МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы этого выпуска. Наших не подвинешь. В Москве задержаны торговцы должностями, пытавшиеся всучить бизнесмену место рязанского вице-губернатора. Есть глава новым председателем Рязанской городской думы и главой Рязани стал Андрей Кашаев. А теперь во всем подробнее. В Москве поймали за руку мошенников, которые предлагали за немалую мзду должность рязанского вице-губернатора. Как сообщает агентство Интерфакс, среди потенциальных жуликов оказался бывший член Центра совета партии «Справедливая Россия». Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Алексее Тихонове. Подозреваемые действовали под видом доверенных лиц чиновников самого высокого ранга. Первый взнос за должность заместителя начальника нашей области они заломили в 150 тысяч евро, а потом скинули до 5 миллионов нашими. Издание Life News сообщило, что в ходе оперативного эксперимента был задокументирован факт получения денег на парковке гостиницы «Украина» в Москве, после чего подозреваемые были задержаны. В ходе обысков в квартирах и офисах задержанных были изъяты предметы и документы, доказывающие их вину. Кроме того, у одного из них в квартире была найдена стреляющая ручка и боеприпасы. Напомним, должность вице-губернатора Рязанской области сейчас вполне законно занимает Сергей Филимонов. Вот так Сергея нашего Владимировича мошенники хотели из кресла высадить, да полицейские не дали, заступились за начальство Рязани матушки. А вот еще один рязанский начальник появился буквально сегодня на первом заседании Рязанской городской думы нового созыва. С подробностями Глеб Галушкин. Сегодня перед началом заседания Рязанской городской думы после реконструкции и капитального ремонта открылся 115 детский сад в московском микрорайоне. Таким образом парламент заседал на фоне жизнеутверждающего и в чем-то символического события. Теперь после надстройки третьего этажа в детсаду открылись пять дополнительных групп. Благодаря этому в его вместимость увеличилось примерно на 100 мест. Работники горадминистрации, присутствовавшие на торжественном открытии, сообщили, что в этом году откроется также и большой садик на улице Зубковой. Впрочем, ситуация с местами в детских садах сейчас не такая острая, как, например, еще пару лет назад. Об этом говорили депутаты Рязанской городской думы второго созыва на сегодняшнем заседании. На первое заседание местного парламента пришел и губернатор Олег Ковалев. Он пожелал парламентариям как можно быстрее утрясти все организационные вопросы, чтобы приступить к нормотворческой деятельности. Проблем накопилось много. Многие решались десятилетиями и годами. Рязанцы доверили сегодня вам в власти. Они на вас рассчитывают, надеются и ждут конкретных действий и конкретных решений. Принципиально важный момент. Все решения нужно принимать, только советуясь с людьми, опираясь на мнение общества. Будет социологические исследования, будет обсуждение проблем различных форматов. К любым обращениям, может быть даже самым на первый взгляд обсужденным, надо относиться с уважением и вниманием. Воникать в каждый вопрос, находить досуги проблемы. И если есть возможность помочь человеку, обязательно это сделать. Только так вы укрепите свой авторитет и доверите людей в целом власти. Обществу нужна современная работоспособная городская дума, чётко реагирующая на запросы граждан. Я желаю вам успехов в реализации всех намеченных планов на благо Рязани, поддержки и понимания коллег Дезивальков. Депутаты довольно споро взялись за исполнение губернаторских наказов. Прежде всего парламентарии выбрали себе председателя Рязанской городской думы. Им стал бывший начальник управления культуры администрации Рязани Андрей Кашаев. Из рук дважды герой Советского Союза и почётного гражданина Рязани Владимира Аксёнова он получил символ городской власти – цепь главы города. Очень символично, что вы избрали всё-таки профессионального, молодого, но уже опытного в организационных делах, но представителя культуры в прошлом. Вот Андрей Анатольевич Кашаев, я вас от души поздравляю, потому что я считаю, что Рязань имеет многолетнюю, тысячелетнюю культуру, историю, и она как никакая, наверное, область нашей страны должна иметь поставленную систему воспитания патриотов молодого поколения и достойного представления её великого прошлого. В своём вступительном слове избранный глава Рязани подтвердил, что в первую очередь он собирается призывать депутатский корпус к активной работе по решению насущных бытовых проблем рязанцев. На наш взгляд, состав Думы достаточно эффективный, конструктивный, люди все работоспособные, люди адекватные, поэтому считаю, что с этим составом мы должны думать. Те задачи, которые поставил губернатор Рязанской области, теперь депутатским корпусом, они могут быть выполнены. Конечно, это работа даже не пяти лет, но действительно вот это выстроить поэтапность, выстроить логику, выстроить информированность и открытость, это, наверное, основные задачи, которые ждут от нас избирателей на начальном уже этапе. То есть каждый должен прекрасно понимать вообще, к чему мы стремимся, каково развитие. Далее депутаты избрали заместителей председателя Гордумы. Первым заместителем главы муниципального образования стал единоросс Александр Чайка, заместителями единоросс Лариса Максимова, а также коммунист Петр Полинок. За эти кандидатуры депутаты проголосовали единогласно. Также через неделю состоится конкурс на должность главы исполнительной власти. Ну а пока временно исполняющим обязанности стал Виталий Артемов. Если говорить о новом председателе Рязанской Гордумы, а эта должность по парламентскому регламенту означает и главу муниципалитета или главу Рязани, то, похоже, Андрей Кашаев устраивает всех. Его можно охарактеризовать так. Вечный отличник-рязанец окончил наш педуниверситет, работал в 46-й школе, сначала учителем истории английского языка, потом стал завучем, был завкафедрой рязанского филиала МГОУ, в 2007 году назначен начальником городского управления образования, потом возглавил рязанскую культуру. Кандидат педагогических наук доцент. В скандалах не замечен, с бизнесменами, как говорится, в одной упряжке не бегал, взяток не брал. Да и какие там в культуре взятки? А вось не земельный департамент, не комитет по собственности. Работал Кашаев много, двигался по карьерной лестнице без подозрительных ускорений, научную работу из интернета не скатывал. Работал куда поставят, на самый верх, поближе к бюджетным денежкам и административным ресурсам, не лез. Депутатом Городской Думы этого второго созыва стал по списку «Единой России». По всем параметрам приличный, неконфликтный человек, что и говорить. Сможет ли он проявить самостоятельность в вопросах городского управления? Вот вопрос. А то ведь Дума инструмент особый, на виду. По идее, основу руководящей структуры города. Администрации теоретически должна быть ее подчинение. А там все бывшие начальники Андрея Анатольевича. Сможет ли он активно влиять на их работу в интересах города, а при необходимости одергивать? Вот вопрос. Кстати, новой должности главы Рязани пришлась почти в аккурат на 40-летие Андрея Кашаева. Он отметил его 30 сентября. Далее в программе почти притчевая история от регионального следственного управления. Освободился некий Рязанец из мест лишения свободы. Отметил понятное это дело, да и тронулся в путь к своей знакомой в спасклепики. Может, хотел судьбу изменить, начать жизнь с чистого листа. Ехал, мечтал, да и в мечтах и предвкушениях проехал свою остановку. Вместо клепиков попал в туму. Здесь-то его бес в ребро и подтолкнул. Поскольку ему нужны были деньги для продолжения поездки, он решил ограбить одиноко идущую по улице с пакетами в руках девушку. С этой целью обвиняемый последовал за ней и, догнав ее на слабо освещенном участке местности, стал избивать. Когда воля потерпевшей к активному сопротивлению была подавлена, обвиняемый, помимо ограбления, решил еще и изнасиловать потерпевшую. Однако на ее крики о помощи поспешили прохожие. Не расставшись с мыслью об ограблении, обвиняемый стал снимать с пальца девушки золотое кольцо, но не смог этого сделать. Тогда он схватил хозяйственную сумку, которая лежала рядом с ней на снегу, но потерпевшая смогла выхватить у него из рук и свою сумку. Увидев бегущих в их сторону прохожих, обвиняемый попытался скрыться с места преступления, однако был ими задержан. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Вот так хотел как лучше, а получилось как всегда. А уж если отбыл срок, так и не возвращайся к прошлому. Вот и наказание. Женщину ангел-хранитель уберег, да прохожие помогли, а сам вчерашний сиделец и не ограбил, и сумку не отобрал, и насилие не свершил, не смог, да еще и обратно за колючку загремит. Ничего не сумел, только новый срок светит. Вот вам и рассказ с моралью. На сегодня все. Итоги выходящей недели подведем завтра в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». Так что хорошего вечера и до пятницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова